Представители научно-практического центра Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации накануне Дня Народного Единства встретились на священной земле Брестской крепости Герой, чтобы первым делом возложить цветы к вечному огню и минутой молчания, почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Продолжилась встреча в Музее обороны Брестской крепости. Именно здесь, в торжественной обстановке, руководитель научно-практического центра Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Игорь Мороз и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о конкретных действиях, направленных на противодействие искажению исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и о геноциде советского народа. За плечами и Республики Беларусь, и Российской Федерации колоссальный опыт работы в деле сохранения исторической памяти. И не просто памяти, а именно правды о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Безусловно, что в нашей работе есть приоритеты, и эти приоритеты молодежь. Потому что историческая память это не о прошлом, это о будущем, а будущее это молодежь. Также Елена Малышева и Игорь Мороз отметили, что Россия и Беларусь сохраняют священную память о подвиге предков. Общая история стала основой для сотрудничества и интеграции народов двух стран. На основе исторических семейных и родственных связей развивается подлинное партнерство и сотрудничество России и Республики Беларусь. К сожалению, уходит поколение, которое помнит события войны и может рассказать своим детям, внукам о тех событиях правду. И в этой ситуации должен быть источник информации, достоверный, объективный, которая поможет сформировать правильную картину мира нашей молодежи. И такой источник информации надежный мы намерены предоставить. После подписания договора состоялся открытый диалог с членами студенческих отрядов, работающими на объектах Всебелорусской молодежной стройки. Открыл диалог второй секретарь Брестского областного комитета БРСМ, командир Брестского областного штаба студенческих отрядов Елизавета Чемармазович, которая отметила ту самую возможность вовлечения молодежи в мероприятия по сохранению исторической памяти. Строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи – это одно из тех моментов, как молодежь может сохранить историческую память, потому что и наши студенческие отряды там работают, и волонтеры работают. Также реализуются проекты различной направленности, где основным лейтмотивом, конечно же, идет и гражданское патриотическое воспитание молодежи. Вот сегодня у нас стартовал проект «Марафон мужества» в рамках Дня народного единства. Этот проект объединит в себе 8 районов нашей области с патриотическими митингами, с открытыми диалогами с молодежью. Таким вот образом стараемся внести свой вклад в сохранение исторической памяти. Завершилось мероприятие трудовой акции на территории Республиканского центра Патриотического воспитания молодежи.